привет любителей старой техники я сегодня хочу рассказать о интересной модели шарпа на мой взгляд у меня честно говоря неоднозначное к нему отношение как хорошие так сказать так и плохие черты я в нем вижу из приехавшие в первой партии троицы красной троицы 4 там был кути 77 только коричневые как раньше говорить коричневого цвета сейчас о нем речь не будет поскольку он точно такой же как и красные а эти три красных шарпа мне интересен был 5 7 но он практически такой же как же f7 там клавишами отличается 7 7 я не помню давала видео или нет наверное давал ну во всяком случае мне он мало интересен поскольку я очень хорошо знаю а что за аппарат я честно говоря первый раз я увидел на фотографиях которые мне прислали а в живую сами понимаете вообще так сказать с ним не сталкивался поэтому вот я решил посвятить видео этому аппарату называется веке 271 есть аналогичная модель 272 я так понимаю цветом какой-то отделка отличается ну естественно там длинные волны есть розеточка не под квадратные этот самый маленький а там восьмерочка ну смысле розеточка куда штекер сетевой вставляется мы эти различия знаем поэтому на них концентрироваться не будем что сказать по этому аппарату меня удивило то что он реверсная честно говоря ну я знал что есть реверсные шарпина например 570 я когда-то давно-давно ремонтируем там такая крупная протяжка в смысле там рычаги такие осязаемые зримые если сравнивать скажем с реверсная протяжка там 939 шарпа мне было интересно какие тут лентопротяжные механизмы стоят соответственно я решил удовлетворить свое любопытство и рассказать вам о том что это за аппарат я сейчас его возьму в руки не знаю наверно надо убрать задник чтобы не отвлекать вас этого аппарата сейчас секундочку а магнитола внизу у меня выступают в качестве подставки ну и честно скажу что я хотел сравнить ее почему потому как скажем дизайн этого пятьсот семьдесят первого шарпа ну для меня он очень спорен потому как я считаю что он стоит в пол шаги от новодела и он очень скажем такой ну не то что не радостный он скажем какой-то вот не праздничный вот наверное не праздничный вот скажем европейский аппарат nordmende ну он наверно всем хорош но вот всегда считалось что европа она какая-то более приглушенная азиаты любят там буйство красок там хрома побольше я наверно азиат в душе скифы мы раскосыми очами азиаты мы видите всем хорош аппарат но вот сердцем к нему не прикипаешь хотя тут тоже видите ручка такая блестящая есть не о нем речь а 571 аппарате я уберу в руки и что могу сказать он навевает мне мысли о другом шарпе который был неоднократно у меня наверно потому что он значительно дешевле это двести шестьдесят седьмой аппарат знаете этот закругленный я сейчас фото вам покажу почему мне приходят такие мысли в голову ну вот ручка громкости она идентичная такая как и на том аппарате ручка настройки красный цвет красная на красном сделали бы каким-то другим более ярким цветом или же нет есть модели я вам сейчас покажу которые действительно не такие пестрые это пятьсот семьдесят вторая по моему модель ну по-моему 71 тоже там а в других цветах голубенькая какая-то еще я видел бежево-розовая вот эта вставочка или же голубая такая бледно-голубая вставка а у одной из моделей вообще фривольный шарик на конце цветной ну вот в стиле кути-пятьдесятые были такие облизанные аппараты на ремнях я могу наверное сказать что я не поклонник такой школы потому что в моем понимании шарп если начинается закругление вот где начинается закругление там не окончается шарп и не только шарп потому что дальше пошла вот эта эпоха дынеобразных или регби образных аппаратов которые ну по моему мнению ни уму ни сердце там и не техническая часть не интересная никакая там все пошло на прощение там или обычный тонношин или тонношин там какой-то улучшенный или тонношин с пресвистом ну в общем это было полное вырождение что касается по этому аппарату ну я не могу сказать что вот тут совсем-совсем он уже меня так сказать отторгает ну какой-то дизайн у нее есть видите несимметричная красная вставка хромированные клавиши хотя в модели 572 я видел черные клавиши там еще других цветов какие-то пестренькие там синий зеленый я не помню я сейчас покажу в картинке вам вот он как выглядит сзади вот видите вот такой горб у него куда батареечки вставляется такой же горб на 267 шарпи который я еще раз говорю так часто встречается ну правда 267 он всего в двух цветах он красный и черный бывает я даже не знаю какой лучше оба по моему не лучше ну тем не менее там стоит двойная это машиновская протяжка но не примитивная как вот скажем на при слову там интернешн или еще там какой-нибудь осыке а вот немножко продвинутый там автостоп не нажимной а такой на качалке так я вообще вам покажу близко этот аппарат чтобы мы могли разглядеть все нюансы его а потом мы залезем вовнутрь посмотрим на какой элементной базе он построен ну для начала она нам все-таки включу наверное интересно как бы звучит ну давайте включим его вот здесь стоят два переключателя тут тейп радио второй выключатель дабин и одновременно он включает микрофоны переключатель тоже такие же как на 267 красненькие пластмассовые сейчас включу на радио нет у нее и низкие есть ну не так как на 939 понятно или 800 и 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Иначе YouTube меня накажет Вторую Деку попробуем Плей, 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 плей Ну, видите, работает две деки Все хорошо Честно говоря, я ничего не делал Практически ничего не делал Я только открыл Для того, чтобы понять С чем имею дело Сломался Щуп, который Предохраняет запись Я его искал, искал, не мог найти Потом я сделал щуп самодельный Ну и, естественно, тут же нашелся Кусочек, который у меня потерялся Вот он, кусочек щупа Такой маленький, черный Я даже не знаю Ну, я, наверное, оставлю свой самодельный Ничего страшного Он из алюминия Металлический Покажу сейчас вам ближе аппарат Чтобы вы могли, так сказать Увидеть его особенности Я помню, случайно, теплność В sawing Вот эти руки, горю Эмін, о, липу, чесле Ну, тут На на tälle ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот как он выглядит сверху. На левой деке есть пауза, на правой нету. Ну, видимо, для перезаписи. Крайне правая кнопка деки это Continuous Play. Ну, так все остальное, видите, практически особо ничего нету. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что внутри? Ну, для того, чтобы разобрать, 8 винтов сзади, как на 939-ом. Снимаем, снимаем вот здесь ручку точной подстройки на коротких волнах. Открываем карманы. И вот таким вот образом она должна сняться у нас. Больше нам ничего не надо снимать. Так, вверх и все. Внизу тут есть шлейф, тут надо с ним аккуратно, чтобы его не оборвать от эквалайзера. Так, вверх его взять. Вот, и все, он отсоединился. И теперь можно отсоединить разъем на динамике. Вот. Что у нас с динамиками? По 4,5 Вт динамики максимальная мощность 3,2 Ом. Они очень-очень сильно напоминают динамики на 267-ом. Рядом я их не сравнивал, но вот картинку вам сейчас приведу. Правда, по Омам могут быть отличные. Тут 3,2 Ома, там может быть 4 Ома. Так, это у нас разъем на шлейфе от эквалайзера, который мы снимали. Вот сам аппарат. Как видите, протяжки 939-го шарпа. Они нам хорошо знакомы. Правда, тут стоят двигатели 9-ти вольтовые. Видите? CHU9R. Правое вращение. Такие двигатели я видел на очень многих аппаратах. Из особенностей конкретно этой модели. До меня он побывал у кого-то в ремонте. И у человека, по всей видимости, не было пасеков. Он взял, открутил винт один, на котором держится. Вообще, мотор держится на двух винтах. Один он оставил, а второй открутив и просто передвинул относительно второго винта. Мотор в этом направлении к нам. И зафиксировал его обычным винтом. Тут, видимо, было просверлено отверстие. Винт, правда, стоит косовато. Здесь точно так же. Здесь, правда, винт более ровно стоит. Этот винт идет не через подушку никакую, не резиновую. Прямо непосредственно на плату. Честно говоря, не знаю, насколько это правильно. Но, тем не менее, аппарат работает. Сейчас я не знаю. У меня нет как-то желания что-то переделать. Мне хватает и без этого работы. А так, хорошо нам известный механизм 939-го шарпа. Проверенный. И на него деталей куча. Что касается остального. Усилитель. Ну, тут такой, скажем, небольшой, не маленький. И на микросхеме LA-4557. С небольшим радиатором. Все остальное тут, сами видите, регулятор громкости. Потому что и по лазер у нас уходит в другую сторону. Вот сюда. Что касается тюнера. Тюнер такой же, как на 939-м, на 800-м. На Твинах. 281-м, например, тюнер. Тюнер абсолютно идентичен. То есть, если какие-то проблемы с тюнером, то понятно, где взять. Запасной или, во всяком случае, как его починить. Вообще-то тюнер на 939-м неприхотливый. Поэтому, ну и на 800-м тоже. Это один и тот же тюнер. Тут все в хорошем состоянии. Головы не потерты сильно. Ну, вообще, конечно, аппарат работал. Я не могу сказать, что совсем-совсем идеальная головка. Что меня напрягло, то это несоответствующие прижимные ролики. У меня такое ощущение, что кто-то их все-таки поменял. Но вот на правой протяжке стоят с черными бабышками, а здесь со светлыми бабышками. Что-то мне кажется, что фирма Sharp... Вообще, на 939-м там совсем другие ролики. Такое у меня есть подозрение, что кто-то менял. Я даже подозреваю, кто. Ну, не буду озвучивать. Подозрение не ловлим, так сказать, не вор. Что касается внутренности, эту протяжку я, например, снимал. Потому что там не очень хорошо работала play-кнопка. Вернее, вот она сейчас работает. Но я когда нажимал на стоп, она не отбрасывалась до конца. Просто немножко подогнулась тяга на кнопки записи. Вот моего производства щуп. В принципе, если бы я нашел бы, внимательнее поискал. Видите, что-то перекатывалось внутри. Вот этот щуп родной и вот родной щуп. Вот можете посмотреть, сравнить. Это у меня из алюминия сделано. Ну, он точно так же работает, как и этот. То есть, кассету ставим, и все хорошо. Никаких проблем не возникает. Ну, разве тут такие, знаете, цветные переключатели. Такие смешные, скажем так. На 939-940-ом, там, академичные такие вот снимаются эти штучки. Здесь попроще все сделано. Собственно, больше я особо ничего и не вижу. То, что он обладает механизмами от старшей модели. Я не знаю, кто там раньше вышел. Я сейчас скажу вам год производства. Может быть, параллельно они выходили. У нас это с шестого года. Ну, а 939-й он с пятого года пошел. Ну, это не имеет значения. Я, в принципе, думаю, что это без разницы. Примерно одинаково они стартовали. По всей видимости, прикинули, а что если от 939-а отрезать все лишнее, без чего он, так сказать, может прожить-то и уменьшить. Получилось у них такой батончик-селедочка. Длинный аппарат, который обладает функциями теми же, что и 939-й. То есть, две реверсных протяжки. Ну, усилитель, естественно, поменьше. Эквалайзер победнее. Спектроанализатора нет. Тут всего два диода. Направление движения надо смотреть в окошко. Это на Panasonic 200-ом только там высвечиваются стрелочки. Ну, не только на 200-ом, но других тоже. Трансформатор, ну, я могу сказать, что он, наверное, для такого аппарата вполне не маленький. Какая мощность у него? Сейчас скажу. Сзади написано, что мощность трансформатора 24 ватта. Предохранитель стоит 1,25 ампера. А в 939-ом 3,15. Сами прикидывайте, во сколько раз он менее мощный. Такая интересная машинка. Подводя итоги. Ну, я не знаю, баллы, наверное, надо ставить. За техническое исполнение, я думаю, тут пятерка стопроцентная. Все-таки две реверсных деки. Пойдите найдите еще такой аппарат. Ну, я имею в виду в селедочках там. А Toshiba, по-моему, делали. Что касается дизайна, ну, очень и очень спорный. Во всяком случае, для меня. Потому как пошло какой-то... Наверное, кончились идеи, начали экспериментировать. Ну, ушли, конечно, не совсем туда. Хотя это еще не твин. Вот твин, конечно, это уже зло в кубе. По характеристикам. Ну, играет, в принципе. Вы знаете, когда я первый раз открыл, он вообще хрипел. А потом постоял, минуты две-три поработал. И как-то там прогрелись конденсаторы, наверное. И он заработал очень хорошо. Сейчас я его включил. Как-то мне тоже не очень поразил. Думаю, ну, опять какая-то, наверное, внутренняя засада вылезла. Ну, а так, в принципе, чинить тут все понятно, что чинить. И насколько легко чинить, тоже понятно. А что буду делать? Наверное, я все-таки его себе оставлю. Потому как... Ну, если мне не попадался за 11 лет, или там сколько, за 10 лет. Да нет, наверное, все-таки 11 лет моего увлечения такой техникой. Ну, может быть, он и редкий аппарат. Но он еще, как видите, везде написано, что японский. А это уже, как говорится, ну, вот в шестом, в седьмом году это уже была редкость. Во всяком случае, 267-й. Он явно где-то сделан там в Азии, южнее, скажем так, Японии. Малышей я люблю. Их у меня много. Может быть, это не генеральная линия. Основная масса народа любит большие такие квадратные аппараты. Ну, я имею право на свое мнение. Поэтому, так сказать, я должен его к нему прислушиваться и вести себя, соответственно, со своими пожеланиями. Спасибо за внимание. Надеюсь, что вам было интересно. Вот уже подъехала вторая партия аппаратов. Ну, вот. Того же самого источника. То есть, сегодня они приехали, а завтра я, наверное, все-таки получу. Сегодня я не успел. Ну, там особо ничего такого не будет. Редкость есть, скажем так. Там будут довольно традиционные аппараты. Спасибо еще раз. Еще раз спасибо за внимание. До свидания.